Вера Что такое вера? Значит, вот, когда мы рассматриваем две части сознания, интеллектуальную часть сознания и чувственную часть сознания, то мы можем, соответственно, говорить о мировоззрении и мироощущении. Мироощущение – это вера, мировоззрение – это мировоззрение. Это как человек видит мир. Так вот, оказывается, что мироощущение или вера, она определяет всё, что с человеком происходит. Если у него неправильная вера, ему очень трудно выбраться вот из этой ямы. Значит, первое, в чём состоит правильная вера? Во-первых, нужно понимать, что человек неотделим от Бога. Что значит неотделим? Это значит, что даже карма, которую мы называем, вернее, вот этим словом мы называем, вот эти вот набор ошибок, которые у человека есть, и которые фактически определяют его здоровье и судьбу, даже карму творец каждому человеку не даёт сразу. Потому что если ему при рождении вот дать карму всё-то, и пусть он живёт как хочет, он доживёт максимум до шести лет. Вот. А ему же надо пожить, правильно? Ему надо получить какой-то опыт, ему нужно получить удовольствие от жизни, потому что если он не будет получать удовольствие, то он будет только разрушать всё. Вот. И оказывается, что карму нужно давать постепенно. Поэтому творец следит, так сказать, за жизнью каждого человека, вот, и регулирует, вот, так сказать, карму, реализацию кармы регулирует для каждого индивидуально. Поэтому если мы хотим исцелять человека, если мы хотим заниматься его здоровьем, заниматься его судьбой, заниматься этим без Творца совершенно бессмысленно. То есть это и неграмотно, вот, и это неправильно, потому что на самом деле процесс исцеления нужно вести в контакте. Значит, любой человек, который собирается заниматься исцелением души и тела, он должен в первую очередь войти в контакт с Творцом. Это очень трудно. Но и многие даже не считают это за необходимостью. То есть, например, человек имеет экстрасенсорные способности, вот, к нему приходит человек с болезнью, он что делает? Он его энергетически восстанавливает на какое-то время. Проходит время, человек опять в той же, точно в такой же ситуации. Почему? Да потому что человеку постоянно транслируется программа реализации его кармы. Вот. И можно назвать ее директивой, потому что существует как бы досье, то есть не вся карма пока что реализуется, реализуется только какая-то ее часть, вот, так вот эта реализуемая часть, она и представляет собой, значит, судьбу здоровья сегодняшнего дня. Если мы хотим человека исцелить, мы прежде всего должны остановить все эти программы. Ну, в принципе, для того, чтобы остановить их, нужно только попросить Творца это сделать. Он тут же это сделает. Зачем? Ведь он же вроде бы дает карму, да? Для того, чтобы человек... Для чего человеку он дает карму? Для того, чтобы человек осознал, что что-то не в порядке, что-то не так, что-то неправильно. Вот. А дальше он должен сам работать, он должен исцеляться. Как он должен исцелиться? Он должен начать управлять своим сознанием. Хотя бы в самой маленькой степени, просто начать его чистить, начать его приводить в порядок, в творческий порядок. А как? Как? Сейчас поговорим об этом. И вот первое, что нужно, значит, человеку, для того, чтобы в этот процесс въехать, чтобы он смог, смог в этот процесс войти, как, ну, конца, как действующая единица, для этого должна быть соответствующая вера. То есть нужно верить в то, что есть Бог. Нужно верить в то, что человек с ним едет. Нужно верить в то, что Бог ничего, кроме любви к человеку, не имеет. А все остальное, что человек смог, то взял. Что не смог, то не взял. Что смог, то оттолкнул. Чем определяется его действие? Его действия определяются теми эмоциями, которые у него есть. Здесь возникает следующий вопрос. Что человек, так сказать, влияет на мир? Или мир влияет на человека? Ну, естественно, что это процесс с обратной связью, да? Вот. И здесь можно, так сказать, начинать смотреть на него с любой точки. Вот. Но надо выяснить, кто же, собственно, здесь хозяин. И оказывается, что в своем собственном мире каждый сам хозяин, каждый сам Бог и Царь, чего умеет, то сделал. И поэтому люди, которых я встречаю, то есть ближние, которые был в Христос, они именно те, которых я позвал сам к себе в мой собственный мир. Как я это сделал? А очень просто. Механизм простой. Это резонанс эмоций. Ну, вот расскажу примеры своей собственной жизни. Вот я стою в очереди. В очереди, там какой-то киоск. Вот. Идет женщина с ребенком. Она стала смотреть какие-то цены, а ребенок встал передо мной в очередь. Я говорю, ты что, очень торопишься? Вот. Он очень внимательно на меня посмотрел. Вот. Женщина ушла. Она вообще не понимает, зачем она сюда пришла. Она вот цены посмотрела и ушла. Мальчик ее привел. А мальчика позвал я. Чем я его позвал? У меня была неудовлетворенность эмоций. У него тоже. И вот он пришел. Мы с ним пообщались. Обменялись. И оба заболели. У меня уже через минуту начинает болеть горло. Ну, я знаю, что происходит. Я мгновенно исцеляю себя. Исцеляю мальчика. И таким образом прекращаю процесс болезни. Ну, возвращаемся теперь, значит, к человеку, который осознал, что он, скажем, болен. Или у него неприятности в жизни. Вот. Он приходит ко мне и говорит, вот, вот у меня такие дела. Что делать? Ну, я, конечно, ему не говорю, что все, кто ко мне не приходит, все уходят с одним и тем же. Все уходят с заданием работы над своим сознанием. В чем состоит эта работа? Нужно очищать нравственную часть своего сознания, нравственную сферу. И нужно очищать интеллектуальную часть своего сознания. Значит, что человек творит? Значит, во-первых, он творит эмоциями. Эмоциями он создает пространство. А в пространстве уже идет творчество, которое определяется замыслом, то есть интеллектуальной частью сознания. Что у человека уже на уме, что он решил осуществить, какой замысел, интеллектуальный замысел. Но все чувства, все эмоции, которые человек испытывает, это инструменты, которыми он создает пространство. Пространство можно создать самое разное. Пространство можно создать разрушительное, созидательное. Вот, поэтому в разрушительном пространстве человеку запрещено творить интеллектуально. То есть он не может создать мыслеформ никаких, когда у него отрицательные чувства. Когда у него эмоции положительные, он может создавать мыслеформы. Что такое мыслеформа? А вот все, что существует вокруг нас, и мы сами в том числе, все это мыслеформа, то есть это проявление жизни. И вот эти мыслеформы, они становятся жизнеформами, то есть это наш мир. И вот этот вот самый наш мир, мы должны для того, чтобы им управлять, мы должны понимать, как он строится. А как он строится? А строится он следующим образом. Помните, я вам говорил, что есть четыре мира. Есть правь, нафь, яфь и славь. Значит, прежде всего, все, что начинается, начинается с прави. Почему не правь? Потому что там идут основные, скажем так, мировоззренческие вещи, и там же начинается ментальное творчество. В НАВИ уже идет реализация, то есть идет уже создание физического пространства. Что такое чувство с точки зрения физики? Это электричество. Что такое мысли? Это магнитное поле. Поэтому, например, есть у человека стрессовая память, в которой, скажем, когда нужно запомнить неправильные отрицательные эмоции, они запоминаются в виде электричества. Это вот в этих меридианах и чакрах, там соответствующие, значит, потенциалы электрические. Когда же мы хотим запомнить мыслеформу какую-то, она запоминается в электромагнитном поле, которое существует вокруг человека. Вот. Вот так примерно человек создает свой мир. А как быть человеком? Он должен иметь правильное представление о мире, то есть действительно представлять о том, что существует Бог, и должен обращаться к нему как части системы живой, которой составляет и он сам, без которой он ничего сделать не может. Понимаете? Если он это понимает, если его вера такова, ему уже лучше. То есть он уже имеет, на самом деле, более правильное представление о своей собственной структуре, о том, что он с собой представляет, что он божественное существо, он может даже и не знать, а он божественное существо. Вот. Вот. Он обладает всеми теми же возможностями, что и Бог, только у него опыта нету. Вот. А вот тот, кто берется целить, тот должен находиться на очень высоком уровне развития, или, как мы говорим, на очень высоком уровне гармонии. Что это такое? Что такое уровень гармонии? Да. Вот давайте мы представим себе, что кроме четырех измерений, которые мы знаем, есть еще одно измерение, пятое измерение. И это измерение что мерит? Оно мерит уровень самоорганизации живой системы. То есть, можно по-другому сказать, что гармонии существует огромное количество уровней разных. Есть гармония низкого уровня, есть гармония высокого уровня. Ну, например, паразит живет гармонично, но он живет на гармонии очень низкого уровня. И вот, когда мы начинаем таким образом измерять вот эти вот величины, то есть, уровень самоорганизации живой системы, выясняется, что есть системы, которые принципиально паразитические. То есть, они все расположены до определенной границы уровня самоорганизации. И вот эта точка уровня самоорганизации, она делит паразитические системы и системы самоорганизующиеся, которые существуют независимо. И вот системы, вернее, область, где существуют паразитические системы, она и соответствует как раз представлению об аде. Что это такое? Это область, где энтропия положительная. То есть, мы на нашей Земле не знаем никакого другого мира, кроме вот этого ада. Мы в нем живем, мы считаем, что вся Вселенная также организована, это далеко не так. Вот. И на Земле тоже все можно изменить, и скоро это будет изменено. Но пока ученые представляют себе, что вся Вселенная подчиняется тем законам, скажем, законам термодинамики, которые существуют на Земле. А на самом деле это все не так. Потому что Вселенная не могла бы существовать на таком уровне гормонии. Вселенная не может паразитировать, ей нечем, не на чем паразитировать. Она существует, это сама система, она сама себя создала и сама себя поддерживает постоянно в жизни. К сожалению, среди людей таких не очень много. И в животном мире мы тоже самое видим. Мы видим паразитирующие системы. И когда мы говорим о существовании иммунных систем, то что делают иммунные системы? Они как бы отрабатывают иерархичность систем относительно друг друга. То есть, скажем, человек может есть грибы, а грибы человека есть не могут. Вот. Ну вот, например, по собственному, то я скажу. Вот, начинает у меня расти грибок, скажем, на ногти, ноги. Почему он начинает расти? А потому что кровь перестала снабжать этот участок тела. И те механизмы иммунные, которые в крови, они перестают там работать. Как только улучшается, да, кровоснабжение, все, грибок сам пропадает. Его не надо лечить. Он исчезает. Все. Вот что такое иммунная система. В принципе, это можно было бы посмотреть не только на пальцы ноги, но можно посмотреть на чем угодно. И оказывается, что от уровня самоорганизации системы зависит и уровень работы иммунной системы. То есть, чем выше уровень самоорганизации, тем более четко поддерживается иерархия системы. Но есть в аду, есть самый низ, дно ада. Где существует анархия? Что такое анархия? Это там, где система по своему уровню самоорганизации не может, не может даже сопротивляться другим системам. То есть ее можно уничтожать. Это фактически криминальный мир. Все идут друг к другу, живут по понятиям, никто не знает, что не отвечает. Если бы не было законов юридических, то так бы оно и было. И, собственно говоря, вы прекрасно знаете, что обойти юридические законы не составляет никакого труда при таком мировоззрении. И вот есть способ измерять уровнями гармонии, измерять уровень самоорганизации. Тогда выясняется, что границы между адом и раем находятся на границе между девятым и десятом уровнями гармонии. А сколько всего уровней гармонии? А без конца. Как я говорю, да скольки умеешь считать? Столько уровней. Поэтому, когда у человека растет уровень гармонии, и он сталкивается с его, что он дальше не знает, а как его записать? Как его записать? Он начинает изобретать систему, как записать свой уровень гармонии. Вот. А если говорить о физическом мире, то тогда можно сказать четко, это двадцатый уровень гармонии, там физический мир заканчивается, вот, и существование в физическом мире, оно, физических систем, оно все находится вот в этом жестком отрезке духовных, если можно так сказать, событий. И вот человек, который с этой проблемой приходит, он, например, приходит ко мне, что я ему говорю? Я ему, первое, что я ему говорю, вот, ты пришел ко мне, для того, чтобы решить свои проблемы. Но, во-первых, я тебе скажу, первое, если тебе говорят, что плати деньги, я тебя вылечу, тебя обманывают. Работать нужно только тебе самому, потому что кроме тебя никто тебя не вылечит. Это первое. Значит, если вам обещают вас вылечить, без всякой с вашей стороны, так сказать, деятельности, не верьте этому. Это уже обман. Просто, это могут быть кто угодно, просто вас держат как клиента, вот, который будет постоянно являться и будет вам, так сказать, помогать жить. В чем состоит труд? А труд именно состоит в том, чтобы поднять уровень самоорганизации своей живой системы. Что входит в живую систему? Дух, Душа и Тело. Что такое Дух? Дух – это вот то, что Творец дал каждому человеку. Как он, что он дал ему? Он взял свой Дух, отделил его от себя и сказал, получай опыт. Потом следующее. И так каждый из нас. То есть каждый из нас сождествен Творцу по возможностям, по, так сказать, духовной силе. Вот. А дальше уже одинаково к людей не слышишь, потому что у каждого свой индивидуальный опыт. И вот этот Дух управляет телом. С помощью чего он управляет? А у него ничего, кроме Души, то есть набора инструментов, которые мы называем эмоциями или чувствами, да, у него ничего нет. И даже чувств у него своих собственных нет. Их обязательно должен дать кто-нибудь, кто уже живет на земле, живой. Вот. То есть фактически, если говорить о знании, которые человек приобретает, вот, и говорить о том, что вообще-то, говоря, человек — это и есть просто набор знаний, чувственных знаний и интеллектуальных знаний, вот, и результатов волевых поступков, вот, то мы приходим к выводу, что эти знания, они, так сказать, хранятся в разных местах. Вот. Как я уже сказал, что дать человеку набор чувств, набор проявлений чувств, то есть эмоций, вот, может человеку дать только живое существо. Значит, знание хранится в двух местах. С одной стороны, оно хранится в духе, а с другой стороны, оно хранится в теле. То есть тело и дух являются два, двумя, так сказать, памятями, в которых все хранится. Что хранится в теле? А там как раз хранится чувственная память. Вот. То есть все, что человек прочувствовал, вот, все это хранится у него там. Вот. Поэтому, когда люди приходят, первое, что нужно сделать для них, это получить для них диагноз, духовный диагноз, что конкретно каждый человек должен исправлять. А может он ничего не должен исправлять. Есть это. Вот, например, у меня была одна женщина, она, я ей написал большой список, что она должна читать, какие молитвы. она уехала в Египет, там она влезла на вору Моисея. Приезжает обратно, говорит, Леонид Вячеславович, объясните, что со мной, я прям летаю. Я говорю, а что, вам все, так сказать, вы все отработали, кроме убийств. Вот убийства, так сказать, нужно будет, все равно будет, придется отрабатывать. То есть, она, вот, влезла один раз на эту гору, как она влезла, я правда не знаю. Она уже на седьмом десятке, такая рыхлая, женщина, вот, говорят, рабы ей помогали, но на верблюда она не садилась. Вот, и она влезла туда. То есть, на самом деле, те легенды, которые существуют, они не беспочвенные. То есть, вот, скажем, влезть на гору, это же тоже, на самом деле, духовный подвиг. Тем более, что на этой горе Моисея, там последние 700 метров, как по лестнице идешь. Там достаточно круто. Вот. Или была у меня одна женщина, она тоже взяла мы этого слов, положила его в рюкзак и пошла на пик Ленина. Потом вернулась обратно, говорит, Леонид Иванович, страшно, я ничего не читала. Она говорит, тебе ничего не надо читать, ты все сделал. То есть, ту духовную работу, которую она проделала, покорив этот важный для себя пик, она все проделала. То есть, жизнь, она устроена таким образом, чтобы мы могли каждый раз совершать и духовные подвиги, вот, и духовно развиваться. единственное, что мы должны знать, чего мы не делаем, это исправлять ошибки, если они вдруг возникли. Поэтому, что надо сделать? Нужно научиться эти ошибки находить самому. как это нужно делать? А нужно, во-первых, поверить в то, что вся жизнь это обучение. И любая отрицательная ситуация, которая с вами происходит, это либо урок, либо экзамен. Значит, если вы ничего не понимаете, что происходит, это урок. Но теперь вы все поняли, и наступает та же самая ситуация. Почему? Вы же уже все поняли. Нет, нужно еще научиться этой ситуацией владеть. То есть, нужно сдать экзамен на то знание, которое у тебя есть. Почему так? Потому что, если ты получил какую-то информацию, она не является знанием до тех пор, пока ты ее не прокрутил через собственный творческий цикл. Вот, когда она стала таким знанием, вот тогда это уже знание. И это все прекрасно знают, так сказать, педагогики, это все давно известно, вот обязательно нужно все проделать, чтобы овладеть чем-то, правильно, чтобы это все запомнилось. Вот. Но очень важно научиться не только сдавать экзамены, нужно научиться правильно воспринимать вот эти обучающие ситуации. большинство людей, когда наступает какая-нибудь трудная минута в жизни, они начинают ее переживать. Это самое худшее, что можно придумать. Почему? Потому что во время переживаний человек может на одну беду накрутить еще несколько из отрицательных эмоций, которые у него потоком начинают идти. Любая отрицательная эмоция, она человека разрушает. Значит, если ты умеешь тяжелую ситуацию отработать сразу, значит, ты король в ситуации. Если нет, значит, тебя еще. Вот. Причем очень интересно наблюдаются вещи. Когда человек начинает исцеляться, у него увеличивается количество неприятностей в жизни. То есть он начинает больше экзамены сдавать. Почему? А потому что скорость его роста духовного, она выросла. И он к этим КПП чаще подъезжает. И тогда спрашивают, ты кто, что ты тут делаешь? А вот я такой вот, я вот, да? Ну, давай посмотрим. Все, значит, либо проходит, либо не проходит, либо, значит, и до тех пор, пока не сдаст экзамены. А кто учителя? Ну, известно, ближние учителя. Ближние. Очень много средних родственников. Потому что родственники – это такие учителя, от которых никуда не денешься. Вот. Любого человека можно послать, а родственниками – не можно. Вот. Поэтому родственники нас как раз больше всего и учат. Но учителями могут быть не только родственники. И человек, ну вот, например, такой пример вам. вот один один из моих, значит, пациентов. Он главный инженер группы заводов. Он человек, который пишет книги о судьбе Родины. Вот. В общем, интеллектуально очень развит человек. Вот. И у него есть определенное мировоззрение там. Он, правда, не верующий. Он атеист. Но беда в том, что, когда умерла его старенькая мать, они остались врагами. То есть, она его учила, а он не понимал ни то, что он вообще учится, ни то, кем является его мать. И после того, как ее не стало, все вот эти отрицательные роли учителя, которые были намыты, взяла на себе его любимая жена. Сейчас она его уже водит под ручку, он ослеп, все равно ничего не понял. Потому что у человека нету веры. У него нету правильного представления о том, от чего что зависит. То есть, он механизмы жизни не понимает. не понимает. Не понимает. Не понимает. Продолжение следует...